Почетные гости, песни, танцы, конкурсы, мастер-классы и диалоговые площадки. В детском реабилитационно-оздоровительном центре сидельники прошел День Союзного Государства. Напомним, с 1 августа здесь отдыхают ребята из двух стран. 35 девочек и мальчиков из Гомеля и 35 из Брянской области. Сегодня в рамках мероприятия Союзного Государства по оздоровлению детей в этом прекрасном центре, находящемся в уникальном месте на берегу реки Припять проводится и празднуется День Союзного Государства. Союзное Государство символично, что это мероприятие проходит в год 25-летия подписания договора о создании Союзного Государства. В этом году 1172 ребенка могут и уже оздоравливаются, поправляют свое здоровье, встречаются с новыми друзьями. Более двух недель новая летняя смена «Мы вместе изучают культуру и традиции славянского народа». И сегодня ребята от самых маленьких до старших с радостью принимают участие во всех мероприятиях и рисуют на лицах яркие флаги дружественных стран. Данный проект Постоянного Комитета Союзного Государства – это подтверждение тому, что и в Беларуси, и в России дети всегда в центре внимания государства. Мы рады сегодня видеть наших гостей. Гостей не просто гостей, не просто соседей, а уже и очень давно, и всегда друзей. С некоторыми мы познакомились недавно, с некоторыми нас уже дружба связывает давно, и мы очень рады. Россия и Беларусь – две сестры. У нас общее прошлое, у нас общее будущее. Эта смена гордость не только для Мозорщины, но и для всей Гомельской области. Сидельники первые принимают участие в проекте Союзного Государства по организации лечения и оздоровления детей из районов, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Мы рады приветствовать вас на Гомельщине. Мы рады, что оздоровление в рамках Союзного Государства, вот этот замечательный проект, открыт для Гомельской территории, для Гомельской области. И первыми, кто принимал ребят Российской Федерации у нас на Гомельщине, стал наш потрясающий санаторий-сидельники. Конечно же, здесь, ребята, вы не только оздоровитесь, ну и, конечно же, много нового узнаете о нашей Гомельщине, о нашей Мозорщине, о нашей Республике Беларусь. И я благодарен, конечно, всем работникам центра, которые делают все возможное, чтобы вам здесь было уютно, удобно, чтобы вы чувствовали себя как дома. С 5 августа к смене присоединились 45 юных спортсменов из Москвы. Ребята успели уже оценить не только оздоровительные процедуры, но и спортивный зал для тренировки. Ну, отдыхается очень хорошо, зал очень хороший, хорошо оборудованный, персонал очень хороший, лечение тоже очень хорошо проходит, почти никто ни на что не жалуется. Насыщенная программа у ребят каждый день, но сегодня она наполнена необычными событиями и локациями. Мастер-классы и дегустация блинов. Самые вкусные блины в сидельниках. Яркие выставки и фотозоны от Белорусского союза женщин и от отдела образования, на которых можно было познакомиться с историей двух стран и еще больше узнать о Мозере. Для самых активных организовали Спортландию союзные рекорды. Ребята проходили 9 различных станций. Вместе бок о бок преодолевали препятствия и укрепляли свою дружбу. Мне нравится, что тут большой бассейн, крутые процедуры, ванная и все такое. У них очень классные процедуры. И еще классное жилье. Уже много друзей завела? Да, вот, из России, Катя. Мне тоже нравится плавать, поэтому я тоже нравится бассейн. И мне нравится, что тут каждый день есть какие-то мероприятия. Ребята постарше участвовали в диалоговой площадке. Каждый мог задать волнующий вопрос спикерам и узнать много интересной и полезной информации о том, как растут и развиваются дети двух славянских стран и как начать еще больше взаимодействия друг с другом. Праздничный вечер тоже будет насыщенным. Отдыхающих ждет концерт, флэшмоб и костер дружбы. Александра Бекиш, Евгений Степанов, телеканал Мозырь.